На центральном пляже даже в будний день аншлаг. Люди приходят позагорать, отдохнуть от городской суеты. К состоянию территории в этом году нареканий практически нет. Во время подготовки специалисты освежили покрытие урн для мусора, убрали контейнерные площадки, почистили песок, привели в порядок раздевалки и летний душ. Все нравится. Солнышко нравится, вода нравится, песочек нравится. А часто сюда приходите? Часто. Я не знаю, как было раньше, приехала только второй год, но в общем-то все цивильно. Приходим, позагорали, поплавали. Все, классно, все нравится. Все нормально, бассейн бы еще налили, было бы вообще замечательно. Вот там вот, допустим, бассейн не налит, его, говорят, вчера почистили, а сегодня надо было налить его, а его не налили просто. Для ребятишек просто, чтобы купаться. А так Волга нормально, ничего, все чистенько, все аккуратно, все устраивает. Срыв графика, не случайная оплошность чиновников. Первые результаты анализа проб воды в Волге и бассейнах показали повышенный уровень железа. Специалисты на данный момент не дали официальный старт купального сезона. Окончательный вердикт санитарно-эпидемиологическая служба вынесет после контрольного исследования в лаборатории. Мы ждем результатов для того, чтобы потом уже довести до наших жителей, чтобы они спокойно, беспрепятственно могли купаться в наших бассейнах и также в самой Волге. Это делается, конечно же, для безопасности, ежегодно это делается и это необходимо делать. Было превышение железа. На данный момент мы не знаем, какие будут результаты, но будем надеяться, что будут положительные. Результаты будут готовы в течение пяти дней после забора проб. За безопасностью следит группа спасателей. Запретить купаться отважным отдыхающим они не могут, поэтому контролируют соблюдение простых правил поведения на воде. Если ситуация выходит из-под контроля, спешат на подмогу. В фокусе внимания дети. Практика показывает, они чаще всего получают травмы на пляже. Прежде всего, наша работа начинается в профилактике. То есть, мы предостерегаем людей о невоотдуманных поступках на воде, не допускаем нарушения режима нахождения на береговой полосе. Также при необходимости оказываем экстренную помощь, первую помощь, если она требуется отдыхающим людям. Дежурство спасателей, организованное в местах отдыха, одно из таких в железнодорожном районе. Пляж «Борьба» пользуется спросом среди местных жителей. Купаться здесь официально запрещено, однако отдыхающие все равно приходят насладиться природой. Подготовку к сезону оценивают на троечку. Негде спрятаться от солнца и переодеться в пляжную одежду. Недавно на территорию привезли новый песок, однако распределить его пока не успели. Мы сюда, если честно, впервые пришли. Мы переходили через железную дорогу. Было очень весело. А еще мы ели мороженое. Ее фисташковое. Эскимо на палочке. Да. То есть какого-то облагороженного пути сюда нет? Нет. Через лес, через кусты какие-то, там много насекомых страшных. Но зато на природе свежий воздух, очень уютненько. Однако не все отдыхающие преисполнены оптимизма. Особенно страдают мамы с детьми и пенсионеры. Им, чтобы добраться до места отдыха, нужно преодолеть разбитую дорогу и зловоние канализации. О проблеме в гороадминистрации знают. Трудности с подъездными путями местные жители замечают не первый год. Но пока ситуация остается без изменений. Чего нельзя сказать про место отдыха в Тосе-Мостовая-Слобода. Здесь модернизация идет полным ходом. Пару лет назад территория представляла собой свалку. Местные активисты взяли ситуацию в свои руки. Убрали пространство от мусора. Своими силами начали идти к большой мечте – комфортному пляжу. Благоустройство набережной. Но как-то у нас не получалось все сделать. Потому что приезжали машины грузовые, свалили мусор. Пытались мы это все прекратить, но не получалось. И вот первый, который у нас такой опыт, больше что дал надежду нашим жителям, это когда нам передали набережную Тосу на 10 лет по благоустройству. Это вдохновило местных жителей на новые проекты. Люди чаще начали выходить на субботники. Сейчас на набережной уже смонтирована площадка для волейбола, установлены беседки, завезен чистый песок. Уверенности придало и дополнительное финансирование, которое территориальное общественное самоуправление получило через победу в грантовых конкурсах. За счет этого удалось купить современные антивандальные лежаки. Сейчас модернизация пространства на финишной прямой. Как только бригада закончит, горожане получат комфортное место для семейного отдыха. Александра Никитина и Сергей Кудаков, Управда ТВ.